Вот это чудо типа фолл будем использовать. Это значит у нас типа фолл. Он продается вот в таких рулонах. Ну есть еще там от 20 мм до 120 мм, по-моему, да. А до 150 мм. Вот их параметры. Вот поближе с ним. Мы приобрели себе пятидесятку. Вот толщина пятидесятка. Ширина метр 0,5 м. Рабочая это длина 10 м. Количество 10,5 квадрат. Вот в этом упаковке, одной, в этом рулоне, 10,5 квадрат. Вообщем, вот так вот получилось. Мы два рулона раскатали. Получается вроде интересно, прикольно. Потом дальше придется будет маленько помучиться, конечно, на углах. Но углы мы не отрезали, углы мы загибали. Вот мы его туда вдавливали. Здесь, конечно, есть пространство небольшое, но это ничего страшного. У нас будет контррейка здесь, брусок 50 на 50. То есть, вот будет брусок, он дойдет вот отсюда, а это дойдет отсюда. Здесь мы уголком его соединим, чтобы он не гулял только под гипсокартон. И готовить будем мы здесь обрешетку под гипсокартон. Вот этих местах будем прорезать аккуратненько, ровненько. И новое соединение делать. То есть, здесь будет она соединяться. В общем, вот сейчас мы заполняем куски. Мы делаем их вот таким образом. Они у нас аккуратненько, ровненько заполняются. Вот замок на замок. Потом эти замки мы будем пропаивать феном. В общем, делаю я вот так вот. Все по размеру. Отрезаю. И начинаем заталкивать под угли. Ну, вот как-то вот так вот. Потом у нас есть место для фена. Мы ее вытаскиваем, прогрели. Оставили, пропаяли. Как-то вот так вот. Закончили мы свою работу. В общем, типа фол у нас лег вроде как все отлично. Теперь мы будем работать феном. Феном мы будем запаивать вот эти стыки, которые были у нас нахлесты. Точнее, вот эти вот замки. Вот такие вот. Сейчас мы будем вот эти стыки все запаивать. Запаяем. И на этом наша работа заканчивается. Закончили мы комнату. Типофол, в принципе, в своей работе очень даже неплох. Сам материал, в принципе, мне понравился. Как его укладывать, как нарезать, как ставить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!